Всем привет, меня зовут Ян, и я заметил, что, оказывается, на моем канале нет урока по тому, как с помощью TS-07 измерять высоту объектов. Я, видимо, забыл его записать. Исправляемся. Процедура измерения высоты на TS-07 достаточно простая. Сейчас я вам покажу, как это делается, но перед этим скажу, что, чтобы измерить высоту чего-либо, там, провисок провода, например, или высоту дерева, или высоту стенки здания, или высоту, не знаю, рост человека измерить, Для этого не обязательно даже станцию ставить. Можно просто установить прибор и включить. Ну и про уровень не забывайте еще. Давайте попробуем измерить высоту, например, вот этой березы. Первым делом вам нужен проект. Любой. Вообще неважно какой, в котором вы уже работали, либо новый создайте. Без разницы. Заходите в приложение. Затем выбирайте вкладку съемка плюс. Если что, страничку можно нажимать вот на эту кнопочку с символом странички. Вот она, маленькая. Страничка. Далее выбирайте приложение «Недоступная высота», то есть недост.h. Заходим в него. Здесь можно также установить станцию, выбрать проект, в котором вы будете работать, но если вы это сделали уже заранее, вам этого делать не надо. А если станцию не установили, ее можно и не устанавливать, потому что вы всего лишь что сделаете, это измерите высоту. Запускаем. Нужно назвать первую точку, то есть точку, которая будет измерена у вас в самом низу. Основание. Называем ее, например, точка D1. Смотрите. Высота отражателя. Вы можете выполнить данное измерение как с помощью отражателя, так и в безотражательном режиме. То есть вы можете направить своего вешечника прямо под дерево, чтобы он встал на его основание, и измерить в отражательном режиме вот эту точку. То есть вы наводитесь на отражатель и измеряете точку, которая у вас находится в том месте, где стоит вешечник. Но точно так же можно выполнить данное измерение в безотражательном режиме. То есть вам нужно всего лишь включить безотражательный режим и навестись на самую нижнюю точку. То я сейчас и сделаю. Для удобства я еще себе и лазер включу. Правда, уже достаточно светло, и лазер все равно хорошо видно, потому что зима. Навелись на нижнюю точку и нажимаем кнопку измерить. Теперь он нам пишет, чтобы мы навелись на недоступную точку. И предлагает нам ее назвать. Ну, автоматически он уже назвал следующей по нумерации, а той, которая была предыдущая. То есть сейчас мы наводим зрительную трубу на самую-самую-самую верхушку этого дерева. Ну, мне, к сожалению, просто так это не сделать. Мне нужно смотреть туда. Я сейчас посмотрю и наведусь. Это было очень сложно. Сами видите. Но я навелся на верхушку дерева. После наведения на верхушку дерева вам не нужно выполнять никаких измерений. Вам нужно просто посмотреть на вот эти вот значения. То есть превышение и высоту объекта. В данном случае высота дерева 17 с лишним метров. А если вы смотрите на просто высоту, это высота относительно Балтийского моря. То есть если вы делали станцию, у вас сохраняется еще и высота относительно нашей системы высот. Ну, у меня просто она сохранилась предыдущего значения проекта. Потому что станцию-то я не ставил. Так-то мы сейчас находимся не на 130 метрах, а примерно на 112. Точно так же можно измерить, например, высоту Володи. Вон он там стоит. Наводимся на самую нижнюю точку. Ему прямо под ноги. Нажимаем кнопку «Измерить». Наводимся на верхнюю точку Володи. И видим, что его рост уменьшился. Он стал высотой 1,60. Хотя раньше был 1,70. Ну, бывает. Утоптался. Как видите, это достаточно просто. Пока. Вова, ты утоптался. Ты стал 1,64. Хочу расти вверх. А все. Ты уже растешь вниз.